Пожелай, чтоб вышел ответственный за неё. Взгляд чувствую, всё. Так кого-то вот, вот так сделала. Лежняк, этот, Винкубр. Чё, мне его позвать надо? Приветствую, Сартан. Вообще хочу вас всех убить, тут так же. Пожелай, чтоб забиблировали при вновь кем-то страху. Чё, дворя, дети вообще, ишь-то, разкомандовались какие, а? Ирина! Да слышит она тебя, но я тут. Отсоединяйся. Зови энергии вновь к страху. Ай, я не могу, а вообще чё вы тут делаете? Я ещё пошёл всюду себе. Не слушай этого, не давай возможности ему подключиться. Да, твари какие. Отвечай. Ну давай, спрашивай, чё ты хочешь, я скажу тебе. Сколько лет вы вместе? Ой, я тебе и стеснилась. Дорогой. Я тебе недорогой, да ты мне дорогая. Дорогой. В нейтральную зону выходи, в нейтральную зону. Вышла в нейтральную зону. Вступили, тут я делаю условия, вступили они вам сейчас. Я тут всё постановил как надо. Этого желает Ирина. Чё ты говоришь мне вообще такое, а? Не смейся, а, щас притушу тут всех. Не смейся. Чё с вами болтать вообще? Зайчик. Какой зайчик я тебе? Сартан, рассказывай. Какой тебе зайчик, ты чё не знаешь, кто я? Сартан. Зайчик я ей, смотри-ка. Сартан. 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 Зайчик. Ира, приветствую тебя! Где ты родилась, в какой семье, Ира? Да, все потихоньку, по пунктам, сейчас расскажу. Так, ну, родилась в маленьком городочке Рязанской области. Потом детство ничего такого не могу рассказать, все панькой росла. Музыкалка, школа, отличница девочка, все умничка такая. Ну, росла в такой обстановке, что мама с папой очень ссорились, они вот как кошка с собакой. И я всегда вот между ними, вот маму защищала, папа там мог и, ну, пытаться там, типа, сейчас как дам. Я, конечно, думала, что он сейчас даст, и я между ними, чтобы ничего никому не дали. Все на себя вот это, и на папу там очень, ну, могла, честно говоря, и нож схватить могла. Вот так я включалась в защиту, прям агрессию включала, вот эта паника включала, такую агрессию, что и проклятие могла. Ну, то есть ты мамочку защищала? Да, защищала. Защищала маму. Со слезами, вот, потому что прям были серьезные стычки, причем все детство, ни разово. В детстве очень гудели ноги, ныли икры ног, вообще просто ничего не помогало, ныли так сильно, что не знаю, с чем сравнить. Ушло это только в возрасте, уже постарше стало. До такой степени гудели, что некуда засунуть вообще. И помогло, врачи, никакие настойки, какие-то, помню, втирали шишки, настойки стояли у нас, мама не носила, у меня по врачам. Ничего не помогало, воды не хочу вообще пить, как-то вот все. Так как вот, как, не видно просто, но кожа очень старая у меня. Не хочу пить воды, да, совсем? Нет, нет желаний воды вообще. А в детстве я только воду пила, кстати говоря, Тимур, я не сказала, Настя, я пила только воду, мама запихивала мне еду. Она, знаете, я зажимала зубы, зажимала зубы, мама мне проталкивала туда ложку, а если она ложку завязывала меня, полностью заматывала, если она протолкнет мне еду, то я зажимала ложку, чтобы она не вытащила. То есть она меня с такой кормила, я, говорит, не знаю, ты только воду пила и все. А потом все, прям не хочешь пить воды. Было очень долго, да, ни еды, ничего не воспринимала, только воду. А теперь я наоборот, вот как бы уже подросла, воду, вообще что-то не хочу, не пью я воду. Так, хорошо. Чай гоняю. Ага, давай дальше, Элечка. Вообще аппетит, да, аппетит, ничего такого, так сейчас, ладно, прям по своему этому пойду. Бывает не менее языка немножко, бывает безымянный палец, вот этот палец прям немеет, это редко, но бывает. А правая лица? Да, вот эта часть начала неметь как-то вот тыльный палец, вот это начала недавно чувствовать, прям совсем недели две. Вот эта часть как-то вот не ударяла ничего, вот этот вот торец, не знаю, может, это связано. Когда ложусь в горизонтальное положение, у меня очень ноет поясница, мне надо перевернуться, потому что как будто выдирают ее, куда бы я ни легла, ее как будто клещами выдирают, вот, бессилие, бывает, ноги волочу просто, чувствую, как суставы переставляются, как трутся суставы. Вот вообще прям бывает так, что, ну вот прям не могу ничего делать, приходится идти, тащу себя, бессилие вообще. Рассеянное время, вот думают, я сделаю то, 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 в итоге я ничего не сделала, что-то время прошло, вообще какой-то, прострации какой-то. Рассеянность, ага. Вообще, по плану там не могу сконцентрироваться, все куда-то. Сон, сон, сплю, как будто вообще не сплю, вот, закрыл глаза, открыла, еще сильнее устала, вот такое. Ага, сон, еще сильнее. Снов вообще не вижу. Ага. Я даже боюсь закрыть глаза, мне не хочу закрывать глаза, потому что мне утром, прям сразу я их открою и пойду на работу. Думаю, я не хочу закрывать, лучше я вообще тогда буду сейчас просто лежать, потому что я знаю, сейчас закрою, открою и попросим на работу в том же состоянии. Так, возбуждение во сне бывает сексуальное, бывают подключки какие-то, да, чувствую прям сильное возбуждение, причем у меня оргазма вообще как бы не бывает, да, по сути, вообще его никогда. А вот в этот, когда вот подключки, что-то похожее, ну я сплю, но я чувствую, короче, такое. Ага. Вот, и общее ощущение такое, знаешь, что я уже старая, что вот пенсионная, как вот молодость ушла, лучше бы не двигаться, как вся в панцире, вот не вправо, вот не влево, вот у меня все как сковано, такой вот, знаешь, как панцирь на мне, черепашка такая, вот. Черепашка какая-то. Я повернусь всем телом, такой вот, как будто я вот пенсионерка, знаешь, вот сяду вот и буду сидеть в креслице, вот все, а мне же надо двигаться, работать, я понимаю. Так, что еще хотела сказать, вот, наслаждение от вкуса, от просмотра фильма, смотрю анекдот, я не смеюсь, у меня вообще просто эмоций, их нет, ну смотрю я эту комедию, ну все ржут, а я смотрю, и что, ну да, ну тип смешно должно быть, ну смеха нет. Нет эмоций, нет смеха. Ну что, ну анекдот и анекдот, ну понятно все говорят, там секса не хочется совершенно, если там кому-то надо, то ну надо же, так и с мужем было, ну надо же, а мне не надо, вот я ему, мне не надо, оргазма вообще никогда не было, не знаю, что это такое, девочки, очень хочется узнать, но у меня это отключено, очень обидно, вот. Вот, не могу проявить любовь к близким, вот хочется и приласкать, и все, как бы, да, ну у меня как-то к мужчине больше ласка, а вот к ребенку, к маме, вот не могу я как-то, ну к мужчину обниму там, да, потому что надо как-то, а вот к ним как-то заблокировано, я люблю. Ну типа, что именно мужчина, если ты его не обнимешь, тогда вот, ну может быть, он к тебе больше не вернется, да? Ну вот что-то такое, а тут как бы они и так рядом, может быть такое, ну как-то нету, ну у меня мама так меня как-то не обнимает, вот, ну может быть как-то, ну короче все пресно, у меня эмоций нет, апатия полная, депрессии там очень часто, причем я могу там что-то 5 минут поулыбаться, через 5 минут я уже как Мегера, ну вот такое. О чем ты вспоминаешь? Ничего не пришло, темно. В какой темноте ты находишься? Посмотри по сторонам. Как будто на небо, смотрю ночное небо, бескрайнее ночное небо, как будто вот лежу на земле. А что там на этом небе? Звездочки, звездочки, маленькие звездочки, провод, ночное небо. Много? Много. И они такие все двигаются, все такие, как маячки, как светлячки, очень много, и прям вот. А тебе там тепло? Холодно? Тепло, хорошо. А посмотри на себя со стороны, где ты лежишь, включая тебе панорамное зрение. Что это за место? Опиши. Нет, небо не уходит. Со стороны не могу посмотреть. Хорошо. А почувствуй, это закрытое пространство или открытое? Открытая граница нет вообще. Вставай тогда. Оглянись по сторонам. Чего ты лежишь? Встала? Посмотри, что справа, что слева. Ты одна в этом пространстве? Кажется, никого нет. Иначе оно такое превращается в шар, как будто. Шаровидные формы нет. Я не про оно впрос. Это шар. Я в каком-то шаре. И я так пытаюсь влево. В коконе? Да, что-то вот. Ощущение сейчас пошло шара. Это бескрайнее. И никого нет рядом. Потрогай. Как ты чувствуешь границы этого кокона? Скорлупа. Скорлупа, что ли, идет как-то. Скорлупа? Скорлупа. Твердая. А задай себе вопрос. Сколько по времени ты находишься в этой сфере? Спроси у себя. У подсознания. Семь. Семь лет или с семи лет? Идет. Семи лет. А какие свойства этой скорлупы? Как она на тебя влияет? Задай вопрос. Тепло. Хорошо. Никто не трогает. Как хорошо здесь. Как она негативно на тебя влияет? Закрыта от всех. Зачем туда выходить? Все хорошо. Защищена. А посмотри, чья энергия этой скорлупы? Пожелай, чтобы вышел ответственный за нее. Задай вопрос. Кто ее создатель? Кто твой создатель? Выходи, давай сюда. Прикажи мне, чтобы кто стал смотреть на меня. А кто не поймал, такой взгляд какой-то. Просто как ощущение взгляд. Кто смотрит, ну посмотри передо мной. Сконцентрируйся в эту сторону. Справа смотрит, что ли. Там где-то вот, где-то вот у нас, а досмотрит. Да не вижу кто большой. Взгляд, чувствую все. Так, кого-то вот. Вот так и сделал. Ощущение истукана вот так сделал. Где взгляд? Откуда? Какой биг египетские пирамиды. Вот истуканы там вот эти вот так. Вот отсюда, вот отсюда, вот. Я не вижу. Оттуда чувствую. Фараоны ты имеешь в виду? Да, похожи. Такое ощущение, что статуи фараона. Вот, да. Еще так руки, вот так вот у него. Да, такие вытянутые ноги. Распознай. Распознай его эфирное ДНК. Да. Теперь я ощущаю пушистикам, ноги маленьким. Пушистикам, фу. Гремлин какой-то. Какого цвета у него глаза? Ой, маленький такой. А смотри, засветились у него глаза. По-моему, глаза маленькие, глазки маленькие, глазки такие. Вот тут туда светятся. Каким цветом? Так, небо опять включу из неба. Так, глаза иди сюда. Так, голову вертит туда-сюда. Ой, то. Ага, так давай сюда глаза свои. Ой, генни, он их так вертит. Невинтовая глаза сюда. Где тут ощущение, видишь? Идет. Он куда-то что-то пытался, ушло куда-то, как будто вот. Вот так делает, вот так делает. Я ощущаю специально мотыляет гопашкой. Вытащи его обратно и поставь перед собой. Не заморозь. Как к нему обращаться? Спроси. Кто-то... Как обращаться? Как зовут? Зовут. Не вижу его, вот уже что-то потерялся. Как зовут? Верни его обратно. Вернулся он. Не, 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 не так назад. Не туда. Все, что-то потерялся. Куда-то спрятался. Так, где ты? Кого вытащить? Вытаскивай его оттуда. Пушистик? Пушистик. Вошли. Вылез? Я не могу просто вытащить что-то. Я пытаюсь. Позволишь Алене помочь тебе? Да, конечно, Ален. Помоги мне. Я правильно вижу хоть или нет. Алена, распознай эфирное ДНК. Ирины. Это она? Передо мной сейчас не она, а то, что она пытается вытащить. Сейчас ее на эту. Что она пытается? Сучника вытащить пытается. Нижняк. Этот Минкуб. А она в головочке забилась. Каскрученная сидит. А что, она его боится? Нет, я хочу быть невидимой. Ну, чтобы он меня не видел. А как зовут Инкуба? Сартан. А давно он? С ней. Ирина, ты видишь Сартана? Я вот прям сижу тут спокойненько в своем этом коконе. И все, я ничего не вижу больше. Что-то. Я вот ощущала, что рассказывала. Позови Сартана. Где он? Ты расширится кокон. Так, расширить кокон. Не самой расширится или кокон раздает, что сделать с ним? Сделай с него комнатку, что у тебя было все видно. Так, давай. Так, вот тут у нас ой, шерестал, да, вроде. Вот ты и так, такой, да, тут как будто вот он дает его растянуть, как жевать на резинку. Да, как длинная комната. Вот так расширилась, так, небо, небо, мерцают звяточки. Что, мне его позвать надо? Прикажешь, да. Потому что давай, зови Сартан. Как мне его позвать? Зови Сартана. Сартан! Сартан! Где Сартан? Сартан. Сартан. Что-то я тебя должен слушать. Считай. Приветствую, Сартан. Здрасте. Не смейся там. Не смейся, а сейчас придушу тут всех. Хочешь сейчас придушу, нет? Че ты, че ты, че ты там несешь у меня? Сартан. Ну, вещай. Рассказывай. Че тебе рассказать? Как давно вместе? Пошла ты. Че ты там, че ты там? Ну, что ты так? Ой, ну, я люблю, давай. Мастеров не уважаешь. Какой хороший. Рассказывай, давай. Чуть женских чар. Ты уважаешь мастеров? Про меня расскажи. Это мне про мастеров. Ой, ладно. На вопросы отвечай. Да пошла ты нахер. Мы тебе задаем вопросы. Да, я слышу. Че, глухой, что ли? Отвечай. Давай спрашивай, че ты хочешь, да я скажу тебе. Сколько лет вы вместе? Ой, тебе истеснилось. Не скажу. В этом воплощении познакомились? Или еще раньше? Она всегда, мы с ней весь путь идем. Да, молодец. Хорошая ученица. Отстань вообще. А в каком моменте познакомились? Я хочу вас всех убить тут нахрен. Хочу с вами болтать. Зайчик. Какой зайчик я тебе? Сартан, рассказывай. Какой ты зайчик? Ты че, не знаешь, кто я? Посмотри, если не видишь. Сартан. Зайчик я ей, смотри-ка. Сартан. Ну, че тебе? Ну, че тебе надо-то? Чем больше я хочу знать, тем больше ты мне хочешь сказать. Да что ты говоришь? Этого желает Ирина. Че ты говоришь мне вообще такое, а? Ой, ты смешная какая. Ой, вообще, я такие все ржачные тут вообще. Смотрю. Хохма. Вообще. Пришли тут такие. Давай, переносимся туда, Фартан. Куда сейчас? Назад. Назад по ленте времени. Все, мы дофиг тебе. Смотри, что я тебе покажу. В тот момент, когда вы познакомились с Ириной. Ну ладно, что тебе там рассказывать? Ирина, пожелай этого. Так, давай, сейчас. Ты ничего не буду рассказывать, пошли вообще. Давай, рассказывай. Уматывайтесь отсюда все. Ирина, пожелай, чтобы он рассказал. Рассказывай, говорю тебе. Чем больше ты хочешь знать? Хочу знать. Так все, сколько мы с тобой. Тем больше он хочет сказать. Эти новые условия вступили в силу. Вступили, тут я делаю условия, вступили они вам сейчас. Я тут все постановил, как надо. Дорогой. Я тебе недорогой, да ты мне дорогая. Дорогой. Я же тебе говорила, давай славка ко мне. Давай, зайчик, вспоминай. Ой, это задри какая. Я же ты сразу сказала, как надо. Ну ладно, может я погладить. Давай, давай, давай. Давай. Сладенький наш, давай. Расскажи, сколько ты с ней. Сколько мы с ней. Сколько вы с ней любите? Ой, у нас такая любовь. Сколько. Не знаю, сколько, всегда. Во времени сколько? Всегда. Где вы познакомились? Что за жизнь была, расскажи. давай с прелюдиями рассказ интересно всем это тусим с галактики все на стол вместе с ней идем не буду ничего сказать я не хочу ничего нет нет и меня нет и меня нет и меня не раскрутишь такие это не хочу с тобой разговаривать вообще хочет пошла на чё на хочет вообще все равно на ирина 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 да я тут я тут отсоединись от него отсоединись от него ирина сейчас поиграем с тобой в игру эмоции слушай мой голос тут я не настройся только на него на него на это вот на голос пожелай чтобы завиблировать полное отсоединение надо и надо я сказал отстань ну я слышу да я слышу все не знаю спиной встань ирина ирина поставь между собой и ним стенку и света ну вроде я пошла за спинку так скрыть что ли так со стороны короба щища где-то я не вижу но я спрятал да да все правильно все слушай пожалуйста гипнолог хорошо пожелай так слышишь сартан сартан успокоился быстро быстро успокоился ты слышишь ты понял кто с тобой разговаривал я тебя слышу прекрасно слышишь ты да о fonction lore Voyager something полe поле reinforced нет полноя над Switch полноя над집анный поврежденные по вынаю а более пришло что он не говорит на работу с новых звучит он не давая возможности на клиник парк правило потребовало 跑 на связи кланей практиион контферpri practical полностью В нейтральную зону выходи. В нейтральную зону. Вышла в нейтральную зону. Ирина, в нейтральную зону. В нейтральную зону. Ты в нейтральной зоне. Все. Вот. В стеклянном кубе. В нейтральную зону. Там больше никого нет. Там только ты. Другие энергии туда не заходят. Полная нейтральная зона. Теперь заслушайте свои эмоции. Страх, энергия, эмоции. Неуверенность в тебе. Вибрирует в тебе. Пошла вибрация. Страх где находится в теле? Сконцентрируйся. Усиливается страх. Где страх в теле? Еще сильнее страх пошел. Собирай весь страх, отделяй, отделяй весь страх, отделяй весь страх от себя. Полное отделение, концентрация, отделение. Отделяй страх, собирай по всему телу. Тяну его, тяну его. Соберешь, скажи. Еще сильнее концентрируется страх, еще мощнее. Собирается в сгуст. Назад садится, я его тяну, назад садится. Подживай, сконцентрируй, чтобы он собрался в сгусток. Он в сгусток, соберил со всего тела. Как соберешь, скажи. Какая-то тянучка, назад притягивается и все. Заморозь его. Заморозь его и собирай. Собирай страх, концентрируй его. Перед тобой воронка по очистовой стрелке. Сделай глубокий вдох, резкий выдох, сбрасывай воронку в страх. Резкий выдох. Ха-ка, сбросила. Вдох, концентрируй страх. Вдох, концентрируй страх. Ха-ка, сброс. Вдох, концентрируй страх. Ха-ка, выброс. Сбросила? Следующим. Вибрирует энергия, эмоции, неуверенности в себе. пошла вибрация. Неуверенность вибрирует тебе. Усиливается вибрация. Вся неуверенность вибрирует. Еще сильнее пошла вибрация. Собирай неуверенность со всего тела. Собирай всю неуверенность. Сгусток ее моделируй. Пошла концентрация. Получается? Все усиливай эту ниточку, чтобы она еще больше ушла туда. Расширяй канал. Давай, у тебя получается, давай. Через грудную клетку прям вытаскивай. Сейчас еще немножко. Давай, усиливай. Давай, через дыхание прям. Выдыхай. Воронка, воронка сейчас начинает стягивать себя. Смотри, вихрь выходит из воронки и помогает тебе, тянет из тебя. За всего тела. Ощущение воронки, опять небо какое-то. Хорошо, сейчас послушай, сконцентрируйся на мой голос. Дальше. Энергия, эмоции, воля вибрирует. Пошла вибрация. Где воля твоя? Усиливается вибрация. Еще сильнее пошла вибрировать. Воля твоя вибрирует. Воля, все тут опять все в одном месте. Давай, теперь поживай мысленно, создай намерение расширить полю. И на счет 3 она начнет расширяться. Слышишь? Слушай меня. Ничто тебе не мешает. Воля она все сотрет и все уничтожит. Давай, волю расширяй на счет 3. 360 градусов. Пошла вибрация. Расширяется воля твоя. Давай, еще больше расширяется. Давай, намерение включай. Дыхание. Дыши всем телом. Давай, дыши, 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 дыши. Работай. Давай, солнечное всплетение. Прям расширяй шарик вокруг себя. Золотистый, желтенький, плотненький. Давай, расширяйся, как мячик. Дыши животом и грудной клеткой. Всем телом дыши. Давай, тебе надо. Очень. Расширяйся еще, еще больше. Плотнее становись. Плотнее. Прям как... Очень твердый сверток, давай. Да что, просто, ну... Такое ощущение, что надувает, как шарик, но не вижу. Дыши, надувайся, надувайся. Не надо видеть, надувайся сама. И в теле чувствую расширение. Расширяйся, расширяйся, еще больше. Еще больше расширяй волю. Давай, 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 давай. Забедел тела в воде. В пуховике остановись. В большом пуховике, пушистым, плотным. Как узки носа. Угу. И такая воля, что ж не пробьешь тебя, понюш, а ты просто упадешь, встанешь и дальше пойдешь. Такая наша, как неваляшка. Да-да-да, давай, молодец. Еще, еще шире. Так вот я, как эскимос, такая. Маленькие ножки, такая. Неваляшка я, что-то. Маленькие ножки. Давай, ноги, укрывая голову, еще тоже. Такая переворка. Маленькие ножки не ощущаю. Все хорошо. Теперь, теперь раскрою свой свет. Раскрывай. Израильный сердце. Представь, каким цветом твой свет. Хотите увидеть, у нее света вообще нет. Она вообще не может ничего. Ирина, вернись к нам. Внимо отсюда. Внимо отсюда. Ирина, возьми сейчас, создай сферу мощную из груди, высокого вибрационного шока. И на счет 3 кинь в него, чтобы он вообще полностью упал и потерял свой потенциал. Забыл вообще, кто он такой. На счет 3 на резком выдохе. Раз. Делай вдох. Давай, Ирина, отсоединяйся от него. Два. Давай, два. Собирай сферу, Ирина. Так, свою сферу промажу. Импульс высокого вибрационного шока. На счет 3 в него идет. Раз. Два. Эй, пошел импульс. Попала. Давай еще. Еще один импульс. Еще импульс высокого вибрационного шока. Пошли импульс и кидай. Ха, Ирина, кидай. Ха, еще один импульс с него кидай. Давай, с живота прям, давай. Он сломает, потенциал уходит. Еще кидай. Ха. Ничего не действует. Давай, волю включи свою. Волю включи, Ирина. Работай. Сейчас не сможете ничего. Отсоединись от него. Отсоединись полностью. Полностью отсоединись. Ты меня отключишь, понял, нет? И позволяй, не позволяй ему подключаться к тебе. Какой хозяин тут нарисовался. Слышно. Ирина. 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 Да слышит она тебя, но я тут. Отсоединяйся, Ирина. Отсоединяйся от него. Переходи в нейтральную зону. Переходи в нейтральную зону полностью. В зону ноль. Давай в зону ноль. Полностью тебя отсоединяет. Ноль тебя полностью отсоединяет. Слушай мой голос. Не давай тебе подключаться автоматически. Я слышал. Почему ты даешь ему подключаться автоматически? Ну, что-то ничего. Как будто воли нет у меня совсем. Я вообще не чувствую воли. Где-то, где-то. Давай вернись назад. Давай уйдем в другое воспоминание. Назад по ленте времени возвращайся. До момента, как вообще он еще был к тебе подключен. Давай назад лети туда. Уходи из этого пространства. Открывается дверь сзади тебя. Высоковаберационное пространство. Переносись туда. Открылась дверь, Ирина. Пытаюсь, пытаюсь дверь открыть. Да, открылась сзади тебя дверь. Переносись назад по ленте времени еще. До момента, когда ты с ним познакомилась. Самую назад. Где это произошло? Смотри. В каком пространстве? Вы первый раз с ним встретились. То есть подсознание первый раз с ним встретилось. Теперь не вижу я. Я не вижу. Я тут с тобой, я тебя слышу. Ну, хочу представить. Где ты, кто ты ощущаешь? Где в каком-то сейчас пространстве находишься? Ну, там же у меня звездочки идти. Ну, там же небо. Там же я там же. Пошел. Алена, сейчас побудь пока, Ирина. Поднимись в абсолюки. Там была в абсолюте, тебя поднимали. Помнишь? Ирина. Да-да-да-да. Вот туда. Несись вверх. Проси, чтобы ты... Туда, как звездик. Представители высшего света, ангела, архангела, тебя вытащили из этого темного пространства. Вверх подняли. И на счет три они тебя начнут тянуть вверх к этой звездочке. Давай раз. Создай намерение. Два. Пошел подъем. Поднимайся вверх туда. Ален, посмотри. Подсознательная часть Ирины. Вот сейчас по... Пусть она проявит свое эмоциональное состояние. Как она себя чувствует? Ну, зажатое все. Зажатое все? Зажатое, закрытое, да. И такая на корточках сидит. Поживаю, поживаю, чтобы... Она хочет снять эту зажатость, а пусть проявится на ней эта энергия, на подсознательной части. Да, хочу. Да, ну вот. Северина, сознательная не получается, пусть подсознательная. Мне кажется, я вот сжалась на корточки в коленках, я вся вот такая сижу в уголочке. Вот, надо распрямиться сейчас, надо распрямиться сейчас, да. Давай сейчас попадет вибрация по всем этим ее эмоциональным энергиям, которые ее сжимают. Ирина, подожди. Алена. Да-да. Пусть поживает подсознательная часть, завибрировав. А все ее негативные эмоциональные энергии, вот эта зажатость, пусть завибрирует страх. Ну, она везде по всему телу. Страх, пусть завибрирует неуверенность в себе. Пусть она соберет эту всю энергию. Собирай, моя хорошая, собирай. Собирай, пусть она собирает, да. Перед нами прям вот так вот выстраивай это все, вытаскивай себя. Начала вытаскивать. А ну, как, знаешь, на ней панцирь взяли со спины, голова. Прям снимает весь страх. Неуверенность, зажатость, все полностью. Она начинает снимать вот в кирпичике такие, как бы, собиралась. Она хочет поработать, она хочет поработать, подсознательная часть. Я хочу, мне интересно, я вас давно не видела. Давай поработаем, давай поработаем. Давай поможем тебе снять с тебя всю вот эту зависимость от этого. Что-то с памятью у нее еще она не помнит. Она и его толпы. Я смотрю, я смотрю, какая-то идет рассинхронка сознания с подсознанием. Снимаешь мурашки побежать, снимать, снимается. Прямо с на спине много чего. Такой сей, что и стрелы вытаскиваются. Да-да-да-да. Такие они шутки. Вот у меня за спиной стрелы, я вот так. Оттуда у меня там много стрел. Немножко. Вытаскиваешь весь страх, всю зажатость, неуверенность, недоверие, фобия, полностью все снимай, всю тяжесть, вообще все эти энергии, эмоциональные, низкие, тяжелые, проявляются на тебе. Давай сбавляйся от, собирай, агрессия, гнев, обиды, обиды все, все собирай, всю эту гадость у тебя. Недоверие. Она прям, она понимает, что это не ее. Тоска, собирай, ты тебя напихал этот. Придуржу на все. Воткнуто, что ли, воткнуто прям мне. Собираю, 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 собираю все. Стрелы хорошо, я там, в себе их таскаю, они воткнуты, но у меня. Ну, как толчины, только везде. Да, правда, вы, я прям, чуть ли не наскольчь, что ли, они вот так проходят, что ли? Как я крыши, то мне кажется, в эти стрелы вот так прям, и через них прям проходит свет. Я наскольчь, что ли, прошита вся, я не пойму, вот так вот. Давай, вытаскивай, вместе со сознанием, с подсознанием, вместе. Помогаю, подсознанием, объединяйся с подсознанием, собирайте всю эту энергию. Я так еще не торчат, и тут же впереди. Собирайте всю эту энергию. Что ты можешь? Давай еще так. Подсознание, пусть сделает, то выкидывается в воронку. Он выкидывает, так, плечики еще, смотри, плечики на кистях, вот это вот, перчатки эти снимай туда. В голове, салба, давай вытаскивай. Все неуверенность, все страхи собирается, все замешает ее воля пробудиться и управляет своим полем. А забыла, что это ее дом. На ней крестика висит только перевернут. А, она снимает, нет, хорошо, нет, не надо перевернута крестика. Давай, давай, снимай. Фу, ой, класс, прям сразу легче стало. Так, шмаки вот эти, черные, снимай. Шмаков, они не смущные, рождением, и ряса, вот это не твоя. Она в каком-то этом была. Монастыря, мне кажется, идут. Батюшка, что ли, было, конь. Нет, монахинь. Монахинь. Присание каком-то, да. У меня сейчас за какой-то вот запястье, я целую, что ли, его целую я. Целую, я целую, правда, опять, нет. Вытаскивай, вытаскивай, снимай, снимай, раздевайся, давай. Так вот прям, ну, делай. Вот, в белом, оставайся. Давай, выкидывайся, Ирина. Я вот целую, так, все на вот целую. Да, 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 убери пока картинки, мы это потом. Так, хорошо. Так, все, на беленьках, так, запястьях, на запястьях браслета еще скидывайся. А что, сапоги вот до сюда, что ли, это как бы эти? Батворды, скидывайся, скидывайся, скидывайся. Которых ловят рыбу, такие вот, такие большие. Давай, раздевайся, да. По ночам ловят рыбу. Сознание убрало. Ботинки, ничего себе, ботинки. Спасибо, не по уши. И вот эти подфорты, я что, кот сапогом, что ли? Все, давай, снимай, батворды, все, давай, быстрее, Ирина, давай. Да, конечно, я же тебе, Игорь Чунга. Это уже кот или монахиня, я не пойму. Собираю, все, ты выкидывай. Вот, ишь, уже видишь, классно же, все. Сыночку сняла сразу свою помазанную, отлично. На ножке в бассейне. Все, да, все чисто. Теперь воля, 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 воля. Ирина, Ирина. Ну да. Воронку закрываю, выкидывай. Воронка закрываем, уходит все из-за поля. Страх, да, все. Воля, все. Большая, братца. Ирина, где воля твоя? Найди ее. Усиливается вибрация. Усиливаю намерение. Давай, создавай. Где воля вибрирует? Волюка, вот у меня забрали. Кто тебя забрал? Она в тебе, ее никто не может забрать. Ты ощущаешь, Ирина, где-то? Нет. Счет, хорошо. Подсознательно сейчас, да где находится, Алена? Плечи, руки, полностью кисти у нее. Я чувствую, что только кисти. Теперь давай, расширяй. Расширяй. Плечи, руки, плечи, руки. Давай, расширяй, поживай, чтобы воля твоя начала расширять. Расширяй, давай, 360 градусов. Раз, два, три. Пошло расширение. Давай, расширяем волю до максимума. Растет воля. Еще сильнее, еще шире стала расти. Усиливается. Давай, дыхание помогает. Расширяй. Подсознательная часть расширяет. Руки расширяет. Становишься большой, мощный. Еще больше. Шире, 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 шире делай. Я тоже не болися. Сильнее, 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 сильнее. Давай, работай, работай. Все шире, дыши. Давай, воля, пробуждайся, Архат. Ты что там, заснул, что ли? Давай, давай. Давай, давай, пробуждайся. В доспехе вон высвечиваю. Еще сильнее. Архат, давай, работай. Активируйся, активируйся, Архат. Давай, активируйся, Архат. Пошло дело. Архат, Архат. Дыши, дыши. Давай, давай, вставай, вставай. Давай, пробуждайся. Мне легче, ну. Ты пребирала. Где, где? Тут, на ладошках. Еще шире пошло. Алена, смотри на подсознательной части. Расширяется воля. Расширяется она уже. нового того 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 он а вот съела на таблетку кариеса и начала расти вот давай ра товаром отличная часть параметры опять же такой большой большое чтобы этот оценку по обеиму шею область маленькая что у урага в косточке салон аспорта расправлять крылья крылья где твои крылья армагад мы выросли то это не очень как отрывать рубашек ручки или как у попугайчика посмотрите у меня не очень сильно не огромные давай расправляй ну давай давай поддуй на нас с крыльями немножко давай размах еще, еще, еще расширился, плечи расширило крылья раскрыло взлетело еще взлетело давай взлетай Ирина взлетай давай вверх полетела хоп, давай, хоп, 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 лети давай, вспоминай взмах делай, раз еще взмах еще выше лети я ощущаю, что я лечу давай, лети, глаза смотри куда ты летишь в дерево я такой же лечу вот мы сейчас уже в небе парю как будто прям машу так равномерно я повторил их у тебя очень похожи крылья Нарлины большие и очень большие давай, давай я так и вера меня такая вещь раскроет раскроет, посмотри где где-то где твоя неосознанная энергия где твоя неосознанная энергия пошла вибрация где она вибрирует где твоя внутренняя энергия пошла вибрация раскрою ее теперь давай распаковываю в полных нитьем скрыла давай все раскрывай все раскрыл распаковываю поживая раскрыться еще как твой ангел зовут алена как его зовут этого товарища с крыльями ирина идет тебе спроси орион почти орион торин 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 слышит меня торин торин нужно будут отлетать хорошо ирина ирина смотри между тобой сорта на месте канавы на которую он подключен к тебя видишь ирина что вами канал между тобой сланта шланг черный шланг пошло черный шланг какой-то его не вижу на черный шланг такой вот хорошо смотри он такой вот смотри что по что к тебе кто к те что тебе идет по этому шлангу какая-то чувство не было все он смог всего от тебя что идет по этому шлангу от меня как радугу 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 говорит хорошо сейчас сейчас вот между видишь ты там главное отсоединись отсоедините давай поставь некую препятствия между собой им чтобы поэтому канал ирина 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 слушай мой голос и девушек сказал слушай мой голос и полностью отсоединяйте с него полное отсоединение и тут хорошо сейчас создай некую преграду между собой этим товарищем чтоб он больше все не подключался и настраиваться на него создай вот где-то орион где-то орион тимур летает потому что они рассинхронен и ирина рассинхронен история нам они не вместе синхронизируйте синхронизируйся ирина с торионом пошла секретом объединись в одно целое прям друг дружку и дети соединяйся почувствую силу внутри как будто мужик в тебе сидит вот эту волю намерение вот это его полетать хочу чтобы он вот это вот я сам по себе вот он на этого чудика направлял что не подключался идет идет синхрон до а вот он крылышко меня обнял и мы вместе с ним и получив все качества пошел процесс синхронизация все его качества к тебе переходит конечно что подключается подключается без без спроса сколько может это что вообще за это ты artistic нет что есть это 7 авторит diferencia товар а я на belief долure алвер и ирины сколь концентрируя сенаториум на имени и давай этому подключиться полностью полное отсоединение работ полное отсоединение сейчас раскрою поток абсолюта перед собой смотри сверху раскрывается поток из потока создается некая сфера вокруг него вот этого без этого сфера яркая мощная сфера которая закрывает в нем полностью сверху луч света идет полностью садила туда все полностью эта сфера полностью блокирует его энергии что он так вот делает он в этой вот сфере нет или она занимается так вот и все сфера сфера его сужает сфера светящая его сфера плотная полностью из потока абсолюта не может ее на дне дотрагиваться и до не стучать она его обжигает потому что на ней высокая вибрация высокая частота расширяю сантиметров 50 делать толщину дело так чтобы видно не было матовой и сделаем теперь теперь отключая отключая рубильник отключая рубильник и блокируется канал твоя энергия к нему и от него твоя энергия к тебе все каналы блокируют отключая рубильник и он падает в этой сфере он отключает упал посмотри все больше не книг тебе не к нему энергии никакая не движется все эти каналы ты блокируешь сейчас своим намерением своим желанием своим приказом ибо воля твоя такова твоя воля закон для всех кто в твоем пространстве должна это запомнить ты главное там ты разрешаешь только ты разрешаешь ему либо подключаться либо не подключаться он начинает и установится в этой сфере ему становится все хуже и хуже посмотри он слабеет у него нет энергии у него нет энергии он слабеет посмотри на нем он задыхается ты полностью его лишаешь энергии ты лишаешь его силы и власти мы все хуже и хуже все хуже и меньше становится начинает задыхаться он чувствует страх что он сейчас начинает умирать потихонечку он чувствует как он умирает силы покидают его все больше и больше еще больше и он начинает превращаться в пепел задыхается ему очень тяжело дышать и на счет 3 ирина он превращается в пепел раз два пахе ставь меня полный пепел он не может не говорить он не может на тебя влиять у него нет больше энергии совсем и все ему заблокировала кучка пепел остался на ирина хорошо заблокировался там пустая сфера хорошо лежит такое ощущение это улежит хорошо не вижу что-то сейчас тело не чувствую вообще крыльями машу как будто разглядывая свои крылья что ли хорошо алёна да давай тогда история нам поработаем пока сейчас тогда анастасия подключится я здесь алёна спросил ториона как тори он попал в нижние миры где он познакомился с этим я я упал я слишком своевольный я падший ты падший ангел да на чем ты моли именно так чтобы я познал это темный мир который пытался защитить я пытался отстоять их права на существование я понимаю сейчас что-то они меня пленили затуманили мы рассудок я стал смещаться в их сторону защищая а не соблюдая нейтралитет я больше не стал видеть истину я утратил свою веру свою волю намерение мне лишили всего что я могу а почему ты решил защищать их почему ты решил отставить их права потому что они также существуют как и все тогда их сила стала безграничной и были осуществлены очень серьезные меры по их ущемлению а кто их права ущемляет когда темные становятся безграничные когда они усиливают светлые идут в оборону и противостояние законы начинают нарушаться потому что если темные превысит свои полномочия то нарушится равновесие сил этот момент свет должен принять бой другого выхода у него нет в этот момент очень много светлых могут перейти на темную сторону а темных на светлую так свершается равновесие систем я был тот кто перешел на темную сторону я был чужой среди своих мои братья это предложил это сделать кто предложил люцифер а почему ты решил почему решил прийти к ним так почему ты решил перейти к ним меня соблазнили свободой свет меня ограничил меня чем в чем ограничивал моей правоте моей упертости у меня уже тогда сложилось свое видение происходящего но я понимаю что она была не моим уже тогда братья пытались открыть ими глаза на это я не слышал они перестали пытаться они отпустили меня они лишили меня памяти хочешь идти почему иди проживи ее полностью без остатка воля воля заблокирована светлыми на время сколько ты жил реинкарнации на земле на земле пятнадцать а во тьме семь то есть тебе удавалось выйти из тьмы немного большего служения жить когда земные жизни протекали в служение людям свету когда приходило осознавание просветление других же жизнях нет я жил силами темно почему ты потом опять спускался вниз не мог вспомнить кто я не мог осознать зачем я во тьме не мог найти эту точку опоры я боюсь света боюсь наказания хотя уже понимаю что прощение давно получено это уже мои собственные страхи а ты хочешь вернуться обратно в строй я хочу увидеть братьев прострой как пойдет как примут хорошо а как ты познакомился с сортаном на все просто он такой же пленник как и я он просто сидел в заточении за свое своевольство нас посадили вместе нас посадили вместе и в силу обстоятельств он такой остался со мной потому что он знал кто я а я нет он без даже не тема как низко правда мы это поняли меня пленяет бес меня пленяет бес на низменных желаниях всегда его сила но ведь зачем то он тебе нужен был ты его оставил он отражение меня я вел себя так когда был свете я слишком гордый был я ставил себя выше других я не видел равновесия понимаешь я был ослеплен считал себя богом творцом всем кем угодно но не тем кем являюсь свою силу не чувствовал злоупотреблял ей даже людей ненавидел сколько воплощений вместе с бесом провели у меня батарейка сейчас я подключусь все последних полных до последних оба где вы где вы заточили этого сортана кто его заточил там же где вы меня и нашли в этом же простое пространство а что сортан такого сделал почему они у заточили них раз такой практикуется практикуется захотел прыгнуть выше головы служится перед руками там тоже битва происходит битва за власть затрон за должность и каждый выбирает своего князя или демона кому прислуживать шестерки тоже есть доносчики он был доносчик его поймали и посадили вместе со мной когда сажали даже посмеялись а тебя за что посадили ты же перешел на их сторону мало ли что я перешел я все равно являюсь источником света я опасен для них если мое осознание придет то разница потенциалов разрушит много площади их мира если я начнусь уже там они ликвидировали мою силу их задача была не сманить меня на служение или приятельств и задача была убрать меня братья понятно так ну а как этот сортан повлиял на жизнь ирина ирина как он повлиял каких событиях он часто посмотреть передо мной какие-то возникают в мантиях люди как матушка что какая-то надо мной только матушка не знаю смотри матушка какая-то ко мне подходит это ключевой момент когда все у них случилось надо мной много их а никто в капюшонах кто в прясах каких-то да это та же самая ситуация я внизу они передо мной что-то они все вокруг меня а ты как выглядишь а я чё-то так вот так вот так вот столь вот так закрылась что-то вниз я внизу сидит на я вот так руками за вручили так полу при сиди вот так вот руки они надо мной склоняются я так вот вижу что они все что они делают не что-то надо мной все подошли ничего не делают что читают что читают что читают как молитва что только вязь какой-то это что будет так что такое ален не знаю заклинание привязки и привязывают к этому ордену инициация инициация а что это за орден орден сейчас ну этот пирамидка с треугольником глаз только это везде они в коричневых одеждах темных очень что это за орден масоны очень прячут кому они подчиняются бафомеда и что происходит на эфире после этой инициации то реонус больно становится он орёт он прям кричит в этой темнице своей из него энергия начинает уходить и он вот становится как мы его нашли скрюченным пропадают они дают даже вверх не смотрю а какой тут куда энергия она как иссякает нейтрализуется просто раз и все нет и тут этот без тара тара тата тата а как тебя зовут в том воплощении ирина афина что такое эфина как афина попала в этот орден посмотрит может не афина перед масонами ассона ассона шли эфина 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 давай вспоминаю как ты пришла к а зачем эфина проходит эту инициацию как она туда попала в этот орден а у меня сила есть как-то тебя поймали что этого ангела я не знаю я могу лечить я могу проводить энергию его и на и показывает мне на этот треугольник с глаз я могу его энергию проводить я его видела он меня призывал а он ее призывал во фами ты призывал я его видела во сне слышала я с ним разговаривала и что потом а потом они пришли сами ко мне домой с книгой я была прописана ранее там моя жизнь они меня нашли ночью забрали сразу инициация даже не хорошо она говорит я а я знал что это я это чувствовала всегда я знала что это будет для меня это не было новостью меня посвятили я стал и как дальше она прожила свою жизнь я управляла передавала братьям меня уважали ценить а для чего всего нужно для чего все это было нужно тебе мне мне я не знаю я в этом жила это информация она не была мне нужна она была нужна братству я передавала там говорит еще до меня такие были это какая это какая была реинкарнация по счету от сегодняшнего воплощения седьмая назад седьмая реинкарнация хорошо алена отсоединись да давай просканируем сейчас тонкую копию Ирины на все интерференции перенесись в комнату диагностики первой просканирую чистоту нижних темных миров пошел импульс по этой чистоте ну вот тут бафомед сразу стоит пепел этот курс . в шарике света двое демонических сущностей к бафомеду они прям колено преклонили перед ним есть еще черти раз два три четыре четыре говорит про родового не забыть родовой по материнской линии один и по отцовской один да ну так говорит чтобы скучно не было тебе все а почему она выбрала такую семью условия контракта не выбирают раз два три какие-то ключевые три момента которые связывали ее ей нужно было нужно было это воплощение в этой семье потому что в них течет кровь которая нужна и для развития способности физического тела они они как-то были они по крови связаны с этой историей с этой эфиной и что это ей дал опыт какой еще опыта нет она не пользуется своей способностью ведь мне бафомед все рассказывает она не пользуется не раскрывается она опыта еще нет она не пользуется этим какая должна быть способность какая особенность у нее должна быть она ведьма она способна управлять материей иначе меня бы здесь не было она не трогает эту силу внутри себя закрылась не чувствует ее не проводит энергию ни света ни тьмы никакую почему потому что страшно силу проявлять один раз проявила сбросили второй раз проявила решили а как она их проявляла эти силы ну как же говорит вам по всем жизням рассказать когда в свете была гордыня задела начала рушить все когда в нижнем мире была чуть не разрушила нижние миры решили ее по праву того что в темнице сидела когда в жизнях человеческих была на костре горела любовников убивала и жизней лишала в итоге одной оставалась много женских жизней несчастливых проживала сейчас как она будет пользоваться теми силами если столько воспоминаний у нее об этом нехороших гордыню надо прорабатывать сила ни при чем сила это всего лишь энергия способность ее проводить пользоваться ей пока пользоваться не начнешь урок не пройдешь а как она должна начать пользоваться чувствовать включить тело через тело через тело нужно работать через материю для этого здесь поэтому и в нижних мирах так долго чтобы самое твердое ощутить самое неподвластное тебе тебя поэтому светлые сразу отправили чтобы ты научилась управлять тем что тебе неподвласт жалела и ненавидела теперь сама в этом находишься сама теперь понимаешь насколько нужно быть сильным для того чтобы начать чувствовать тело не чувствуешь ведь тело ни капельки интересно интересно сейчас ирина прошла уже некую часть опыта некую прошла сейчас пожалуйста ворота открывай в путь хорошо а родовые демоны какие условия играли в этой жизни в ее жизни выполняли чувство неуверенности слабости вины и обиды вот основные их качества и задачи держать ее этим состоянием жертвы не сильно так привязывать а кем она была в крайней прошлой жизни мужчина или женщина женщина очень красивая светловолосая женщина но почему-то несчастная все время как ее пользуются ей семьи нет очень добрая очень ласковая светлая с природой дружила всегда с животными вокруг нее как все шарахались не слишком красивая слишком и как она умерла сейчас молодой за тобой гнался что ли кто-то подожди ирина вот тут мне пришел образ тоже вспомнить свою прошлую жизнь как будто такая как аленушка такая веночек что ли такой веночек такая как фея лесная и все воспринимали как будто ведьма что ли как не странились и потом что-то такое что сожгли что ли не знаю я ничего не вижу это просто так вот пришло такое все больше я вижу что она одна вот сказочном лесу как нимфа ничего не вижу а чем она занималась трава собирала что ли цветочки нюхала какие-то с природой все время вот с природой с природой животные по-моему разговаривала что ли живут это белоснежка значит так вот прям прогладит всех животных я не хочу к людям они не понимают как в лесу вот она в лесу живет с ним общается солнышко все такое как сказочном мире а что дальше происходит как тебе звали а что происходит дальше это хорошо в своем мире я просто вот ощущаю что отхожу гулять пройтись по ее жизни посмотри но не больше двадцати пяти прожила ее загнали ночью загнали она вот бежит 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 факела есть поэтому-то огонь увидел она просто падает вниз куда-то катится и все удар на голову ударилась и все вот и вся жизнь и мне кажется они меня потом а почему такая короткая жизнь получилась факел об этом подожгли мне кажется нет так в чем смысл сейчас в чем смысл я загорел в чем смысл это был преждевременный уход должна была дольше прожить в чем мне нужна была она здесь вот такая светлая людей могла научить добру а зачем ты так родилась а я не знала я опять забыла я опять хотела нести свет свой вспомнить кто я я вспомнила энергию вспомнила сила вспомнила способности вспомнила кто я не вспомнила я была как нет нет мира всего я была очень доверчивая нежная глупая в плане доверия людей я видела людей их души их сердца их свет видела даже какими бы черствами злыми они не были они были под масками под влиянием низменных состояний и мне делали больно я уходила все дальше и дальше от них и в итоге меня убили темные убили в детских обличиях каким образом убили гнались я споткнулась и упала разбила голову а я была дочерью я была дочерью мэра города даже вот так век 16 17 17 начало 17 века так дальше она умирает умирает и опять в эту темницу в эту сидит ждет без этот ну чё давай уже давай пойдем опять скучно давай с людьми позанимаемся чё-то не скучно в общем он его задолбал своим скучно 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 у меня не начали выходить совет пошли ну да пошел на совет а зачем он сидел в темнице если мог выходить вот в том то и дело что на совет пошел а выйти так не мог в квартире я не знал как будто вот есть только один путь либо на перерождение либо тут сиди а почему они его не пускали на перерождение я не хотел сам почему его выпускали на перерождение потому что это высвобождение энергии в перерождении энергия возобновляется дается потенциал силы ты не помнишь кто ты но энергия твоя а после смерти он разве не мог выйти нет не мог у меня контракт хорошо получается черту стало скучно и вы пошли опять на совет да он меня уговорил и о чем вы там говорили что там происходило черт договаривался кто там присутствовал много людей было многих были советы тогда я был в окружении девятерых и мой черт я особо не ввязывался разговор все решали они кем я буду какие цели задачи составляли контракт даже подписал особо не глядываюсь ирина перенесись на этот совет я уже пытаюсь ты там чувствовать у меня картинки не идут чуть-чуть вот всплывает я начинаю говорить когда молчу значит обитаю просто смотрю пытаюсь так совет удерживай внимание и начинай визуализировать твою визуализацию будет больше скажу какие-то как легионы солдат вокруг на страже что они кругами стоят такие вот в масках вот как легионы вот эти вот да какая то вот у них да они все в масках все верно глаза через этот узкую видность с копьями что ли их много вокруг вокруг да каждой комнаты в центре вот в центре происходит что-то в центре а вот они все вот на страже этого всего вот так вижу но не вижу что в центре просто вот перенесись в центр так вижу кого-то стол и раскрыт так вот большая книга да плюхнули так на стол эту книгу она раскрылась и рядом как будто вот надо чернила взять вот распись поставить пирогом написано читай карты какие-то рассказ какой-то с картами желтая книга старые старые листы ветхая прям пальцем веди по тексту и говори слова приблизить я такой язык не знаю переформатируй на русский что ты должна жить все даже не вижу все потерялось ушло верни обратно на этом вот просто всплеск такой был что бахнули от типа читай и вот тебе это подпишешь потом все просто мельком не могу право вот туда внедриться алена помоги ирине что это за книга книга жизни контракт на воплощение по сути прописанную жизнь и что-то пошло не так ирина что найди в этой книге демонов которых подключили по роду и что проявились все скрытые пункты открывай вас желаем мне кажется они рядом все что-то это прям они там рядом все ждут где прописаны эти демоны ты пролистай книжку найди прям строчки про них подключика 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 потеря силы смерть что-то так листой коротко магия порчи что с магией связано так вот что приходит говорю я не могу лишнего сказать придумать а то идет а что с твоей личной жизнью в этой книге прописано будешь одна так идет страдать хотеть настрадать а что будет влиять на то что ты будешь одна идите в этой идее прям ощущая чувство передавая такое ощущение что будешь сильнее всех тебя будут бояться обходить стороной что-то так да сильная женщина такое такое внутри будешь все понимать но ничего не сможешь сделать с этим еще какие важные страницы посмотри пусть откроются которые тебе надо знать путешествия 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 не бойся в этой семье в этой семье хочу познать с чем потом бороться ощутить все ощутить все на себе прочувствовать все что все написано написано на наших понять не не знаю так ален так нет все так прям поэтапно все прожить каждую болезненную точку через себя провести еще пошла мыть чтобы понять как людям помогать вот надо ощутить чтобы знать как помочь потом да ты расправляешь свои крылья улетаешь вверх и взлетаешь вверх в пространство абсолюта для зарядки энергии пошел подъем полетели еще выше поднимайся взлетай получается лечу крылья крылья так еще выше на месте сейчас прям четко на месте пошел поток абсолюта поток заходит в макушку головы ты парень не надо стоять пытаюсь встать проходит по позвоночнику не надо стоять и заходит и заходит в жизненное энергохранилище следующим заходит поток канала творца еще более яркий поток пошел поток в сердечное энергохранилище и поток канала создателя в ментальное энергохранилище пошли потоки усиливается их мощность еще сильнее пошли потоки добавляем еще 7 космических потоков до максимального наполнения энергоцентров фиолетовый пошел поток до максимального значения синий поток до максимального значения Dre голубой поток до максимального значения зеленый поток до максимального значения желтый поток до максимального значения Оранжевый поток до максимального значения. Красный поток до максимального значения. Пошли потоки, усиливается их мощность. Заходит в каждый поток, заходит каждый поток в свой энергоцентр, заряжает энергией, концентрацией, поднимает вибрации, корректирует и восстанавливает. Какая сейчас вибрация у тебя, Ирина? Вилю. Да. Теперь пожелай поднять частоту вибрации вверх до максимального значения. И на счет три пойдет подъем. Готовы? Угу. Раз. Два. Три. Пошел подъем. Пошел подъем. Два миллиона. Другие миллиона. Пять миллионов. Десять миллионов. Двадцать миллионов. Тридцать миллионов. Двадцать миллионов. Сто миллионов. Еще выше поднимаешься. Сто пятьдесят. Двести миллионов. Пятьсот миллионов. Семьсот миллионов. Миллиард. Два миллиарда. Десять миллиардов. Двадцать миллиардов. Еще выше разгоняйся. Тридцать миллиардов. Пятьдесят миллиардов. Еще можно немножко. И теперь до самого максимального значения прыгни. Раз, два, три. Пошла синхронизация. Синхронизировать. У тебя остались вопросы к сеансу? Нет, все хорошо. Тогда перемещаемся в нейтральную зону. Отсоединяемся от всех и от всего. И выходим из состояния сна. Сейчас я посчитаю от одного и до пяти. И ты вернешься в настоящее время. Откуда слышится мой голос. Откуда слышится мой голос. Откуда слышится мороз. Определиться м Positive. Откуда слышится мой голос.